вопрос от зрителя как работает лазер ну что ж в этом видео я попытаюсь максимально просто объяснить как он работает для этого нам нужно знать что такое спонтанное излучение это когда есть атом и он находится на определенном энергетическом уровне при воздействии на него энергии атом может перейти в возбужденное состояние находится он возбужденном состоянии очень мало всего лишь в 10 минус 8 секунде а далее возбужденный атом попадает обратно в свое обычное состояние при этом излучает фотон такой вид излучения называется спонтанным такой фотон имеет длину волны 50 колебаний после чего он пропадает в 1916 году товарищ энштейн придумал индуцированное излучение он заметил если в атом попадает фотон то на выходе появляется уже два фотона и у них абсолютно совпадает длина волны и чистота и в пространстве они движутся одинаково относительно друг друга рабочая среда лазера это глухое зеркало полупрозрачное зеркало которое пропускает через себя всего лишь два процента попадаемого в него излучения рабочая среда в которой огромное количество этих самых атомов находится под действием энергии атомы переходят в возбужденное состояние излучает при этом фотон который движется в любом произвольном направлении он может отражаться от зеркала пропадать но вот если он сталкивается с таким же атомом то из одного фотона появляется уже два фотона из 2 4 и так далее за счет этого получается достаточно интенсивное излучение 2 процента которого выходит из зеркала они являются лазерным лучом при этом при этом такое излучение со временем не рассеивается как бы это происходило с обычным светом за счет того что фотоны движутся одинаково относительно друг друга идея накачки рабочей среды огромным количеством атомов была предложена в сороковых годах прошлого века и только в 1954 году басов совместно с прохоровым придумали первый лазер правда назывался он мазер и вот только в шестидесятом году придумали лазер на основе рубина ведь в нем содержался атом хрома который мог находиться в трех энергетических положениях первый это основной при этом основной считается в возбужденной обычное состояние атома и третье состояние назовем его просто е3 из обычного состояния атом перепрыгивал в основное где находился 10 минус 8 секунды а далее спускался на другое состояние где мог находиться в 10 минус 3 секунды что соответственно на 5 периодов больше за счет этого среда накачки была более заполнена атомами возбужденном состоянии имела именно тот лазерный луч который мы знаем на сегодняшний день если вам показалось видео достаточно сложным посмотрите его еще один раз и вы поймете что устройство лазера это довольно несложно если вам было полезно видео ставьте палец кверху я желаю вам удачи пока